Еще один вопрос был про так называемый pre-construction. Что такое pre-construction? Имеется в виду, когда билдер объявил строителей, что будет на этом месте строиться определенный комплекс. Как правило, строитель у вас просит 25 процентов, которые делятся порциями. То есть он вам говорит, так, Сергей, ты, пожалуйста, мне дай 5 процентов в течение 30 суток. Когда вы с ним подписываете контракт, вы обычно даете ему что-то вроде депозита, это 1-2 тысячи долларов, как правило. Потом он говорит вам по порциям, что через месяц ты мне должен дать 5 процентов, через 90 суток ты мне должен дать еще 5 процентов, потом через полгода ты мне должен дать еще 5 процентов. И вот таким образом вот эти 25 процентов они у вас забирают. Почему идея pre-construction была популярна? Дело в том, что вот за 16 лет в бизнесе у нас недвижимость всегда шла только вверх, она у нас только всегда дорожала. И люди привыкли к тому, что если я сейчас вкладываю, допустим, билдер начинает строить, он мне говорит, что квартира на сегодняшний день будет стоить, допустим, там 400 тысяч долларов. То есть он мне продает ее как бы в ценах сегодняшнего дня. Поэтому если он будет ее строить год или два, к тому времени уже недвижимость будет стоить там, допустим, 500 тысяч долларов. И значит, у меня есть шанс либо купить сегодня дешево и потом заехать в квартиру, которая стоит уже не 400, а 500 тысяч долларов. Условно говоря, да, я просто грубой цифрой, конечно, говорю. Либо многие люди интересовались в качестве инвестмента. То есть я вложил 400 тысяч долларов, через год-два я получу ключи, поставлю ее на продажу и зарабатываю аж 100 тысяч долларов. Эта идея действительно была популярна, и люди действительно на этом зарабатывали. Иногда неплохие деньги, надо это признать. Но у меня сложилось впечатление, что с течением времени, что стало происходить, билдеры, видимо, строители, скорее всего, начали это как-то заедать, потому что, ну, смотри, вот мы, он мне дал деньги, он ничего, собственно говоря, не делал, мне просто вложил, так сказать, свои денежки. А я строил все это время, мучился. Через год-два я ему построил. В результате он забрал там свои 100 тысяч долларов, заработал и ушел. А я-то, в общем-то, ему строил квартиру за 400 тысяч долларов, которая сейчас стоит там 500, условно говоря, да. Поэтому у меня сложилось впечатление, что на сегодняшний день сложилась тенденция, когда теперь цены, вот когда вы идете покупать на строителя, они не являются такими дешевыми. То есть он вам пытается уже продавать несколько дороже по двум принципам. Во-первых, это как бы новое жилье. То есть, да, то есть ты покупаешь как бы не то вот там пятилетний BMW, а ты покупаешь абсолютно новую машину, да. Это во-первых. Во-вторых, если, допустим, через год-полтора-два, так сказать, эта недвижимость будет стоить на 100 тысяч долларов дороже, то я ее строил. Поэтому я тоже хочу поиметь с этого какую-то прибыль, да. Поэтому я вам скажу такую вещь. Я недавно, например, смотрел, скажем, для одного из клиентов новое строительство и я увидел очень простую вещь. То я увидел такую вещь, что если вы пойдете покупать от строителя, то квартира будет стоить, скажем, там 400 тысяч долларов, условно говоря, да. И вам еще неизвестно, когда ее построят. Это может быть и через год, и через два. В то же самое время, если я пойду смотреть, допустим, квартиру в данном этом же районе, там, скажем, 200-300-500 метров в сторону от этого строительства, то я увижу, что такую квартиру я могу купить, скажем, сегодня за 380 тысяч, допустим, или 370. Да, она будет не новая, да, она будет немножко попачканная, извозюканная, но тем не менее она будет дешевле. То есть мне показалось, что вот эта тенденция, когда строитель стал как бы вкладывать свою руку в будущую прибыль, на что он, наверное, считает, что он, наверное, скорее всего вправе, вправе, так сказать, претендовать. Еще одна особенность при констракшн заключается в том, что, помните, я вам говорил о том, что у нас цена недвижимости всегда росла вверх. И дай бог, если оно так и будет дальше. Но здесь есть определенная хитрость. Дело в том, что когда вы даете свои деньги, вы как бы закладываетесь на то, что так будет происходить всегда, что она всегда росла и будет расти и дальше. Если вы, допустим, вложили 400 тысяч долларов в расчете на то, что она будет через два года стоить 500 тысяч долларов, то что произойдет, если этого не случится? Понимаете, да, о чем идет речь? То есть, допустим, скажем, за это время недвижимость осталась в той же самой цене. То есть, в чем тогда заключался смысл отдать 400, там, купить ее за 400 тысяч долларов и сидеть два года для того, чтобы ждать и получить ту же самую квартиру за те же самые 400 тысяч долларов? А почему не пойти ее туда и не купить сразу за те самые 400 тысяч долларов? Это первый вариант. Вариант второй. Как в любой стране, также и в Канаде могут происходить какие-то экономические кризисы. И не дай бог, если то, что вы купили 400 тысяч долларов, через два года будет стоить, скажем, 350 тысяч долларов, тогда вы оказываетесь, тем более, в каком-то очень таком неприятном положении, да, то есть, вы вложили больше денег, а в результате вы купили квартиру, которая этих 400 тысяч долларов не стоит. То есть, в общем, ничего веселого, как вы в этом понимаете, нет. То есть, у меня нет никакой задачи вас напугать? Абсолютно нет. Я просто пытаюсь вам показать, что инвестиция в недвижимость с целью заработать, допустим, или получить для себя какой-то более выгодный вариант, если вы хотите сами потом в ней жить, это всегда бизнес. А бизнес – это всегда риск, да, то есть, вы вкладываете деньги с учетом того, что Канада очень спокойная страна, у нас все очень неплохо развивалось в отношении цен на рынке недвижимости, но, как вы понимаете, гарантировать вам никто этого не может. То есть, дай бог, если через два года она действительно будет стоить намного дороже. Я вам скажу такую вещь, что пару лет тому назад я покупал квартиру для одного клиента от человека, который вложил свое время, там, два года тому назад, деньги в строительство. Он получил ключи, и как только получил ключи, он выставил ее на рынок. Он встал на рынок, по-моему, за 450 тысяч, потом начал снижаться 430, потом 420. В результате мы ее купили что-то в районе 400 тысяч долларов. И когда я разговаривал с агентом, он мне клялся и божился, что его клиент не заработал на этом ни копейки, во что мне поверить совсем было несложно, я вам скажу почему. Дело в том, что когда вы в Канаде покупаете недвижимость, вы должны заплатить налог государству, и он довольно приличный. Это может быть и 5, и 10 тысяч долларов и больше, в зависимости от того, что вы покупаете. Когда вы решили продавать свою недвижимость, вы должны будете заплатить риэлторам, то есть риэлторы не работают бесплатно, это будет какие-нибудь 3,5-4, а то и 5% комиссии, потому что если вы продаете, вы когда покупаете, вы ничего не платите риэлтору. Когда вы продаете, вы платите и покупающему, и продающему риэлтору. Плюс вы должны будете заплатить, допустим, скажем, адвокатам за оформление сделки, плюс вы должны будете заплатить налог, если вы заработали на этом что-то. Вот и считайте, у вас получается 10 тысяч там, 5 тысяч здесь, 20 тысяч там. В результате, если, допустим, вы купили квартиру за 350 тысяч долларов, а продали за 400, то я не удивлюсь, что если ваша прибыль, она вот такая вот оказалась, или в общем не оказалась никакой, совсем, понимаете, это очень запросто может произойти. В этом смысле риэл иногда обладает определенными плюсами. Как я сказал, что вы заходите в квартиру, и вы физически видите, как она выглядит, в каком она находится состоянии. Вы можете совершенно отчетливо посмотреть в окно и увидеть, куда она смотрит, с какой стороны приходит солнце, куда оно и когда оно уходит. То есть вы все это можете разглядеть. Когда вы покупаете новое строительство, вы будете жить какое-то время в условиях стройки. Это будет грохот, это будет стук, это будет грязь, пыль. И совершенно естественно, я показываю такие квартиры довольно часто, вы заходите, там лифт, он обит какими-то деревянными досками, щитами, потому что пока все это находится в рабочем состоянии, строитель еще работает. Там бетонные полы, не покрытые этим ковровым покрытием, ковролином. Там не отделаны стены, там в гараже куча мусора, пыль, грязь и так далее. Но это как бы совершенно естественно. Я строитель, поэтому я знаю, что это такое. И с этим вам надо будет тоже какое-то время мириться. Это совершенно естественная вещь. Но тут надо сказать, что все когда-либо кончается. И как правило, этот строительный период, он заканчивается довольно быстро. Пройдет какие-нибудь, я не знаю, полгода, год. И все это, конечно, закончится. И все будет чистенько и аккуратненько. В отношении строительства надо еще упомянуть один момент. Иногда люди считают, что когда мы идем к строителям, то, возможно, им придется платить какие-то дополнительные деньги. На самом деле это совсем не так. Если вы приходите к строителям покупать, и квартира, скажем, стоит 400 тысяч долларов, то если вы придете туда без риэлтора, вы заплатите 400 тысяч долларов. Если вы придете туда покупать недвижимость со мной, то вы заплатите 400 тысяч долларов, из которых, те же самые 400 тысяч долларов, из которых строитель заплатит мне комиссию. То есть вас это не коснется никаким образом, вы не потратите ни одного лишнего доллара. Единственное правило, которое нужно знать и соблюдать обязательно. Если вы приходите к билдеру, к строительный офис одни, сами без риэлтора, и говорите, вот я пришел посмотреть, дайте мне листочки, я тут похожу, посмотрю, а потом я, может быть, приду со своим риэлтором, то не у всех, но у части билдеров, у части строителей вам могут сказать, не-не-не, извините, если вы пришли уже сюда один, то вы пришли к нам, вы являетесь нашим клиентом. Вот если вы пришли под руку с Сергеем Гудиным, он вас привел в офис, он представился, что он риэлтор, что он вас представляет, он дал нам свою визиточку, он представил вас, вот мой Николай Иванович со мной рядышком стоит, вот тогда мы вас регистрируем обоих, и тогда мы говорим о том, что окей, вот эта квартира, как она стоила для вас 400 тысяч, так она и будет стоить, но мы уже обязаны, раз риэлтор нам привел клиента, мы будем из-за этой же суммы ему обязаны заплатить ему комиссионы. Вот это очень важное правило, о котором нужно обязательно знать, потому что очень многие люди приезжают и говорят, Сергей, мы обошли всех строителей, нам вот это там понравилось, вот здесь нам не понравилось, вот давай мы идем с тобой теперь вот в тот офис договариваться, я звоню в тот офис, они говорят, извините, этот товарищ у нас был, мы его зарегистрировали, его зовут Иван Иванович Петров, ссори, мы не можем с вами никакого бизнеса иметь, потому что этот человек пришел к нам напрямую, вот это нужно обязательно знать. В завершение хочу еще рассказать, что клянусь, я клянусь, что нет ничего абсолютно плохого в том, что покупать от строительства, надо просто знать какие-то определенные подводные камни, какие-то определенные минусы, которые вас будут ожидать, помимо плюсов, которые тоже есть обязательно в строительстве. И при этом нет ничего абсолютно плохого, чтобы покупать не новое жилье, потому что там, как мы и говорили, есть тоже свои плюсы и минусы, надо просто посмотреть, в каком здании вам выгоднее, удобнее, интереснее, так сказать, комфортнее жить, и вот как бы вся наука в этом и заключается. Друзья, это все на сегодня, как всегда я хочу пригласить вас подписаться на мой канал в YouTube, на мои страницы в Google+, ВКонтакте, в Facebook, в Одноклассники. Всех приглашаю, принимаю в друзья, всего самого наилучшего и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok